5.45. Хм. Калибр, который одновременно все любят и ненавидят. Кто-то кричит про то, что сраная М4А1 охренели бы тимбой и нужно апать АК. А кто-то осознаёт, что цена на АК как на две тушёнки, потому чего бухтеть. БСГ всех послушала и такое. Хм. Подымем урон патроном на калибре 5.45, укажем это в патчноуте. Первые думают, что вот, настала справедливость, но они ещё не знают, что по-тихому батл-стрейты подняли отдачу у Ксюхи на 20 единиц, что в корне меняет её эффективность. Что у нас в плане урона? Буквально всем патронам 5.45 его подняли на несколько единиц, но именно БТ стал имбой. Наверное, это мы ещё выясним. И наносит уже не 48, а целых 54 урона, что на минуточку больше, чем у М8-561 на 2 единицы. ВСХАУЛИ AR-ЮЗЕРЫ Насколько критично поднятие отдачи у АКСО? Стоит обратить внимание, что Ксюха продаётся на первом прапоре, в то время, когда полноразмерная АК, начиная со второго. Цена на Ксюху 24 косаря, а на АК-74Н целых 35, что аж на 11 больше. Есть ли смысл переплачивать? Поставим на стоковые пушки прицелы МРС и зайдём в тир. Вот так стреляет обычная АК. А вот так АКСУ. И у обоих отдача не очень, но на АКСУ вообще нереально попадать. Но чего нам будет стоить сравнять их отдачу? Да на самом деле достаточно просто установить РРД, который на прохолке стоит обычно в районе 14К. Цена приблизительно одна и та же выходит на обе эти пушки, но при этом АКСУ в половину более эргономична. Но следующий вопрос. Какую минимальную отдачу, теперь разонаразная у этих пушек, можно добиться? Сможет ли АКСУ догнать АК? Установив ЭКСРУ, топовый приклад ПТ-1, рукоятку РК-2 и вафлю, мы получаем всего 63 отдачи и чуть больше 40 эргономики. Что как-то невнушительно. Собирая обычный АК через приклад Жуков и Собьёт Рой, даже не прибегая к РК-2, мы уже получаем что отдачу лучше, что эргономику. Так что ЭКСУ прям жестко в пролете. Но никакой адекватный человек не станет платить такие деньги за АК. Поэтому будет ли комфортно играть со средними сборками примерно в одну сумму в районе 100К? Для ЭКСУ достаточно просто заменить вафлю на РРД, а тактическую рукоять на РВГ. На АК-74Н установим приклад от СВД, тракс-цевьё, бридж и на него вторую часть тракса, РВГ-рукоять и тоже РРД-дульник. Итак, обе пушки стоят примерно 110-115К. У АКСУ 71 отдача, у АК-74Н 65. Почувствуем мы эту разницу или же нет? Мне приходится заходить на лабо, потому что ПВЕ сломан и меня там постоянно грузят в ночь. На малой дистанции вот так выглядит спрей с АК и с АКСУ. Разницы практически никакой нет. Но что будет, если эту дистанцию увеличить? Вот АК, а вот АКСУ. Мы можем заметить, как плотность огня у АКСУ сильно хуже. В целом это не критично в плане попадания по объекту, но мне кажется, если дистанция будет ещё больше, то уже могут начаться проблемы. Однако кто будет сжимать и на 30-50 метров? Я трижды оказался в схроне из-за твоей слабости. Убивать батов гранатами не есть слабость. Ты знал, что трогать батов нельзя. Всегда знал. Но когда Васян сказал, «Давай, кидай!» «Что ты сделал?» «Что ты сделал?» «Бросил!» «Ты не мог выжить в том рейде. В том нет моей вины». «Нет твоей вины?» «А кто скидывал мне ссылки на бусти?» «Кто заставлял смотреть меня гайды, пока не затрещат глаза?» «Кто заставлял играть на регионах для фарма?» «Но как это связано?» «Теперь это будешь делать ты!» Ссылочка в описании. Стоит упомянуть, что добавили новый переходник CNC Warrior, который раньше можно было комбинировать с АК-101, а сейчас он подходит для всех 545. Что нам это дает? Ну как минимум, использовать не только вафлю, как единственный вариант нормального глушителя. Меняет ли это хоть что-то? Ну, вафля стоит 60К на данный момент. На той же КСУ дает нам 56 эргономики и 66 отдачи. Даже если ты поставил лучший альтернативный глушитель SAKER, который стоит дороже, а еще нам придется выложить бабки за переходники, то мы получим хуже эргономику и отдачу. А если мы возьмем какой-нибудь дешевый RC2, то получим еще хуже статы, но при этом заплатим на 10-15 тысяч меньше. И как промежуточный вариант между глушителем ПБС, что стандартно встает на это оружие, в целом это имеет место быть. Что же выбрать, АК-101 или же АК-74Н? Вот этот момент упирается исключительно в разницу патронов. И это спор, что же лучше, БТ или 5-6-1? БП или же П-5-1? Это весьма легко проверить. Надеваем четвертый класс защиты на двоих ЧВК и идем стрелять. Для чистоты эксперимента проверок было несколько. В первый раз хватило всего трех БТ-шек, а 5-6-1 понадобилось тоже три. Во второй раз нам уже понадобилось четыре БТ-шки, а 5-6-1 также четыре. В третий раз мы решили уже взять броню покрепче и посмотреть, будет ли разница на дистанции. В итоге на забрала ША ушло 10 патронов БТ, а М8-5-6-1 тоже 10. Из этого делаем вывод, что данные патроны практически идентичны и в целом нет разницы, что брать. Но что, если у нас выбор между БП и 5-5-1? Повторяем тест с забрала ША, и БП нам хватило 7 штук, а 5-5-1 тоже 7. Делаем вывод, что в основных патронах 5-56 и 5-45 теперь очень похожи, их эффективность сопоставима, но при этом М8-5-6-1 на барахолке стоят раза в два дороже, чем БТ, ну а 5-5-1 и БП одинаково недоступны для свободной торговли. Говоря про цены у торговцев, то они весьма схожи. С теоретической точки зрения теперь нет особой разницы, с чем бегать, АК-101 или АК-74, но с практической мы будем сталкиваться с тем, что АК-101 банально не выгоден в использовании. Патроны дороже, а магазин на 60 не поставить. Куда правильнее будет смотреть в сторону 5-56 с более высокой скорострельностью наподобие АУГа или G36. Заметил, кстати, еще одну особенность. Теперь патроны на 5-45 не являются настолько общедоступным явлением. Сейчас спаунятся абсолютно разные пули на любые калибры, а не конкретно на 5-45, потому баланс оружия в этом плане тоже сдвинулся. Из-за чего мы и наблюдаем кобылье цены даже на ПП-патрон, которым хрен кого побьешь. Какие наши выводы? АКСУ стала менее играбельной, но на удивление, не настолько плохой, что ее можно списывать со счетов. Она просто логично хуже в отдаче, чем обычная КА, и при нормальном моддинге почти такая же по комфорту использования. Сам калибр 5-45 стал немного лучше, но это не делает его таким же эффективным, как, например, 5-56. Разве что, если речь исключительно о АК-101. Теперь АК-101 – это просто способ напрасно потратить патроны 5-56. Хоть сила патрона 5-45 сравнима с 5-56, но скорострельность значительно ниже, чем у той же М4. Но с другой стороны, М4 стоит намного больше. В общем и целом, 5-45 стал лучше, а в цене не прибавил. Обо всех новостях и изменениях сообщаю в нашем ТГ. Не забывай подписываться. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.